Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Система ЖКХ в условиях пандемии, подготовка к предстоящему отопительному сезону и 35 лет работы в коммунальной сфере. Эти и другие вопросы обсудим сегодня с генеральным директором Люберецкого городского жилищного треста Мамедом Азизовым. Здравствуйте, Мамед Кискинович! Большое спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Мамед Кискинович, ну начну все-таки с темы, которая, конечно, изрядно надоела. Пандемия, коронавирус. Скоро, наверное, в этих вопросах будут экспертами выступать даже дети. Но все-таки это явление еще пока есть в нашей жизни. Поэтому вот скажите, система ЖКХ, в частности, Люберецкий городской жилищный трест. Как сработало во время пандемии? Как среагировали? Среагировали, как и вся страна, может быть, весь мир. У нас свои специфики работают. Мы не могли на удаленке, мы не могли отправлять кого-то куда-то домой. У нас вся работа связана с народом, с домом, с системой жизненного обеспечения. Поэтому мы, конечно, понимаем, что людей надо сохранить, что при всем защите индивидуальной среды защиты контакт неизбежен в некоторых случаях. Поэтому максимально старались своих людей беречь. Мы купили соответствующие средства индивидуальной защиты, мы купили дезинфицирующие средства, все, которые были на рынке. Мы купили очень много масок, много всякого, значит, то, что необходимо. Ну, прошли, честь говорить, тревожно и тяжело. Ну, это же дополнительные затраты. Я уже не говорю про деньги. Бог бы с ним. Это дополнительно, значит, ежедневно два раза дезинфекция каждого подъезда. Это уже кто-то не увидел повторы опять. Это, ну, целый пласт работ, которые нам раньше мы не вели. Никто, и вы, наверное, не сталкивались. Да никто. И слава Богу, что больше никто не сталкивался. Поэтому, конечно, было очень тяжело. Но, слава Богу, я благодарен, во-первых, своим сотрудникам, во-вторых, жителям за понимание. Ну, и, слава Богу, у нас ни в одном доме, ни в одной квартире, так называем, очага, что-то такое не было. Не возникало. Не возникало, да? Да, не возникало. У нас все прошло. Я скажу, помимо этого, понимаете, мы же еще очень максимально помогали системе здравоохранения, потому что, ну, были проблемы. А в чем эта помощь заключалась? Ну, да, любую работу. Сантехнические, малярные, допросы погрузить, просто привезти. У нас все-таки коллектив более 600 человек, поэтому эти работы тоже ввели, помимо своей деятельности. Ну, я думаю, что мы прошли мы достойно. Мамед Кискинович, а что было самым сложным в этот период? Самым сложным, знаете, было, вот, я уже извиняюсь за сорт канализации, его же без, а если, не дай бог, там, уважаемый ветеран, он боится или она, я не пушу, ну, люди уже становятся мнительными, я понимаю. Вот это было настолько сложно, несколько адресов, мы один адрес через подвал, второй как-то по-другому все вопросы решили. Ну, это жизнь, и, конечно, я людей понимаю, ну, вот, они же в основном, вот наши, ну, пожилые люди, так получил, знаю, многие живут на первых этажах, может, удобно, ну, были, были проблемы, ну, а так... То есть искать вот эти вот компромиссы, да, договариваться. Да, да, ну, и первое время был тяжелый ажиотаж с приобретением, маски, вы помните, по 200 рублей, да, их нету, а потом его кого-то купил за 50 рублей, они самодельные, все порвались. Ну, вот эти проблемы были, ну, слава богу, мы быстро решили. К сожалению, вы знаете, меня что поражает, да, я же извиняюсь, уже прожил жизнь, могу сказать, когда какая-то беда, обычно люди добрее становятся, что-то обедняется, а у нас цены взвыскивают, все увеличивается, все вот нервные, все вот такие и другие. Ну, слава богу, что прошли этот этап тоже. Прошли этот этап. На беде не наживается, на беде, наоборот, помогает. Конечно, это правильные слова. Мамед Кискинович, вот вы упомянули про дезинфекцию подъездов. Ну, скажем так, это ведь определенная статья расходов, которая точно не была запланирована, да. Как, за чей счет это все проводилось? Ну, за счет прибыли предприятия, мы, слава богу, являемся прибыльным уже многие годы, акционер общества по уставу, по нашему законодательству обязан быть прибыльным, поэтому мы за счет прибыли, понятно, я этот прибыль мог бы отправить на развитие производства, на какие-то социальные нужды нашего коллектива, на что другое, ну, пришлось вот направить сюда. Ну, и такие вопросы были, а за чей счет, мол? Да, да, да. Да, было, да, задавали жители. Не надо нам столько дезинфекции, наши деньги, ну, жители, вот, я здесь свидетель, никому рубля мы не добавили к тем тарифам, которые у нас есть, поэтому за счет прибыли, куда деваться. Ну, и опять же, пандемия, пандемия, изоляция, изоляция, но все-таки планы никто никакие не отменял, да. Подготовка к отопительному сезону, она должна была осуществиться. Вот с учетом вот этих ограничений сложно было готовиться к отопительному сезону? Как вы оцениваете вообще эту подготовку? Ну, конечно, понимаете, у нас тоже есть и возрастные сотрудники, мы их берегли, некоторых отправили домой, да, это уже, ну, не много, но они были. Раз, второй, слава богу, вот подготовка к зиме, это не всегда доступ к квартиру, он не всегда нужен, слава богу, там у нас все хорошо. Это подвальное помещение, это чердаки, трубопроводы, там же проходят максимально. Мы старались беспокоить наших людей, и вот то пространство, где у нас был доступ, мы там и решали. Но такого особо трудностей не было, понимаете, у нас какая система? У нас, мы же давно работаем, мы свои узкие места за зиму все знаем, и максимально старались и во время прохождения отопительного сезона, и после. Ну, таких особо проблем не было. Мы же не спускаем дома, когда вот закончена отопительная система, все дома под давлением. Если спускать, заполнять, там, по-новому гидравлическому испытанию, это понятна проблема. Ну, мы редко спускаем дома, они все под давлением. Там кому-то надо радиаторами, мы стоять, закрываем, не весь дом. Кому-то что-то, у нас уже все это, так сказать, автоматизировано. Люди уже давно работают, специалисты, слава богу, у нас хорошие. Поэтому были, но не так, чтобы об этом говорить сейчас. А вот то, что касается благоустройства, здесь тоже свои планы для округа, да, благоустройство дворов, в частности, открытие новых площадок во дворах, там, спортивных, детских площадок. Вот здесь как-то пандемия тоже возымела свое воздействие? Вы знаете, я, наверное, вот система ЖКХ, вы знаете, даже решение президента, она работала как обычные дни. Нас пандемия больше пугала через средства информации. Мы как-то вот работали, работали, да, но что я вам скажу, корректив внесли. Понятно, мы чуть-чуть планы установки убрали на поздний срок. Вот 31 августа, вот буквально вчера мы с главой открывали одну из площадок. И в этом году на территории жилищного фонда, городской жилищной трейса будет около 20. Были годы мы по 60 ставили, потому что их, могу сказать, что любятся, ну, округи, я имею в виду, сегодня мы занимаем одну из первых, может, первое место по количеству детских игровых и спортивных площадок. По открытию этих площадок, да? Да, по открытию, да, по эксплуатацию. В Московской области первое место? Да, ну, одно из первых, скорее всего, первых, да. Одно из первых, ясно, в топе, в топе, да. Да, ну, будем скромны, одно из первых. Хорошо. Поэтому жители могут, у нас есть такие, могут пойти по Штаты, потом сказать, я был в трех городах, у вас меньше. Ну, да, я знаю. Поэтому мы работу проводили и проводим, ну, я еще раз скажу, на нас оно вот как таково мы не закрыты были. Мы были открыты, мы работали, ну, понятно, со всеми атрибутами средства индивидуальной защиты, и все, мы работали, как работали. Единственное, если вы сказали, позвольте мне свое, вот, два-три слова, обращение к нашим жителям, к нашим собственникам, к нашим взрослым, к нашим детям. Вот, установили очень много, я благодарен за это и областному правительству, и все жители, и нашему главе Владимиру Петровичу Ружицкому. Ну, у нас всегда есть вторая беда, радость, установили беда, это вандализм. Вы знаете, просто я поражаюсь. Я никогда не думал, что вот так можно раскручить трубу такого диаметра, я никогда не думал, что можно вытащить с корнями, я никогда не думал, что можно свастику нарисовать на это резинное покрытие. И это у нас есть. Я просто обращаюсь, пожалуйста, вот у нас какая-то, знаете, интересная, вы мне ставите, а следить я не буду, смотреть я не буду, я играться буду. Это мне не касается, это не мой ребенок, это не я, вот так нельзя. Это же, это не малые деньги. И вот мы ежемесячно тратим, я боюсь эту сумму назвать, большую, и то в рамках тарифа, большую сумму на восстановление. Да вы что? На исправление, на покраску, на сварку. Людей держим, три бригады, по четыре человека. Поймите, вот это есть, иногда мне хочется сказать, давайте остановим, он говорит, нет, мой мистец, это жизнь, кто-то ломает, кому-то хочет кататься. Вот такая проблема есть, надеюсь, после моего обращения будет меньше. Слушайте, а вообще какое-то наказание, ну, вот удается поймать того, кто вот занимается мандализмом? Ну, хорошо, давайте, везде висят камеры. Да, да. Мы работаем с администратом, мы работаем с соответствующими участковыми инспекторами. Ну, поймал, ну, вот мой сотрудник, он что, что он может делать? Если на себя уголовное дело навести, там ребенок непонятно, с какой семьей, там взрослый непонятно. Ну, вот сами подумайте, у вас в мастерских есть что-то поломать? Нет, конечно, да, у меня нет. Как понять психология, то есть человек, и что я с ним могу сделать? Он наверняка уже неадекватен. У меня женщину, основную технику смотреть, или, ну, что, они пойдут с ним, или с ней, или я не знаю, с кем, в бой, что ли? Нет, конечно. Просто обратиться, это наше общее, наше для всех, ну, пожалуйста, сохраняйте. Мамит Кискинович, ну, вот если в целом посмотреть вот на эту историю с изоляцией, с пандемией, какую вообще новизну внесла пандемия в вашу работу? Вот что уже не будет прежним? Мы уже не будем прежними. Мы сами. Мы сами. Все остальное, как говорится, это секреты нашей деятельности, но реально мы уже другие. И я, и семья, и вы, и коллектив. Мы же люди. В женщин-третьих работают такие же люди, как и везде. Мы уже другие. А с работой мы разберемся. Сам глав в нашей работе не унывает. Да. Слава богу, все хорошо. Все живо-здорово. Скажите, а как пандемия повлияла на запросы граждан? С какими проблемами чаще всего обращались в ЛГЖТ, в частности? Я благодарен нашим гражданам за то, что той истерии, которой могла бы быть, не было. Те все работы, которые мы делали, они с пониманием отнеслись. Все наши графики, которые висели на каждом подъезде, мы же два раза делали в день, и делаем, и сейчас. И дезинфекции вы видите, да? Да, конечно. И те графики дезинфекции, все они были благодарны, с пониманием отнеслись. Где, ну, которые дезинфекции делают тоже люди, они могут тоже, извините меня, схалтурить, поправляли. Поэтому, честно скажу, надо дать должное. Ну, вот и такие есть, о ком я говорил, которые поломками занимаются есть, порядка 99% разумных людей. Я благодарен за то терпение, которое с нами вместе мы все это прошли, и не было бы мне сейчас, мы понимаем, что проблема, что вот сейчас, ну, заняты другими делами. Поэтому относились с пониманием. Я благодарен нашим жителям, как все эти годы. Спасибо, Мамит Кискинович. Друзья, на небольшую паузу мы прерываемся, и совсем скоро вернемся в студию. Друзья, еще раз приветствую вас. Это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях генеральный директор Люберецкого городского жилищного треста Мамит Азизов. И мы продолжаем наш разговор. Мамит Кискинович, ну, у вас же в этом году такие две большие круглые даты. Первая – это то, что вы 35 лет работаете в коммунальной сфере. И вторая дата – это 20 лет вы руководите крупной управляющей компанией. Вот вы, когда про себя произносите эти цифры, вы вообще их осознаете? Вот вы понимаете, что вот это 35 лет, 20 лет? Что чувствуете? Честно, нет. Вы знаете, когда были молодые, хотели быть постарше. А когда стали старшим, такой ужин, как будто вчера это все было. Вот честно скажу, как будто вчера было. В 85-м году, 1 сентября, ровно после окончания Московский институт управления, устроился в Люберецкий городской жилищно-управлении. ГЖУ назвался. Тогда еще так называлось, да? Да, ГЖУ. А сейчас городской жилищно-тресс. И все эти годы, все 35 лет менялось название, менялась структура. Ну, не поменялось в плане традиций, ничего такого за эти годы. Потому что мы как остались муниципальным предприятием, так и остались. Мы подчиняемся сегодня не какому-то учредителю, частнику. Ну, я не против частной собственности. Я против того, чтобы такие предприятия, как управление домами, как теплосейд, водоканал, я человек убежденный, категорически против, чтобы они были в частных руках. Потому что частник, я понимаю, у него одна цель бизнеса, это есть цель одна, извлечь прибыль. Хотя мы тоже прибыльные, но прибыль бывает разных размеров. Задача здесь не стоит увеличить прибыль. Здесь задача стоит максимально поддержать наших жителей, чтобы удовлетворить их запросы. А их запросы очень скромны. Им нужна вода, им нужно тепло, им нужно свет, им нужна чистота, порядок. К сожалению, я уже говорил и говорю, что Москва же не зря. Помните, Москва вся была ТСЖ. И отчитывали, что у нас больше всего. А потом все стали государственными, потому что жизнь показывает. Есть вещи, которые нельзя. Вот я убежденный, поэтому все эти годы... У нас же любятся разные формы собственности. И ТСЖ, и управляешь компанией, которые частные. Уверяю вас, как говорят в Одессе, вы можете не знать, это две большие разницы. Поэтому я думаю, что... А что такое 20 лет? 35 лет назад, понятно, даже и систему поменял. Да. Был Советский Союз. Союз, конечно. Была всеобщая, народная. Да. Сейчас местная... Ну, особых... Я единственный, знаете, за что благодарен коллективу. Поверьте мне, вот мы процентов 70 больше 20 лет вместе. Вы можете представить, где такое есть? Это не какой-нибудь там завод точной механики или какой-то... Это, извините, вот просто народное домоуправление. А вот в чем секрет того, что люди с вами столько лет под вашим руководством? Просто не надо быть... Просто надо быть человеком. Не надо хитриться людьми. Надо быть какой-то есть, как ты воспитывал отец, мама. А у нас воспитание, поверьте мне, хорошее, потому что у нас шестеро. И покойные мамы, и отец нас воспитали. И с людьми, понимаете, они все понимают. Если ты к ним с душой, они к тебе так же. Поэтому многие уходили, возвращались. У нас уже династия есть. Бабушка там или дедушка, сын, внук или внучка. Уже три поколения. Вы говорите, уходили и возвращались. Вот когда человек возвращается, он к вам приходит и говорит, ошибся, хочу вернуться. Иначе не вернулся бы. Принимаем. Принимаем, конечно. Но людей можно понять. Они ищут, где глубже, как рыба. А люди, где побольше зарплаты. Но, к сожалению, сегодня же можно и погнаться. Но мир так устроен. И особенно в последнее время она зыбкая везде. Сегодня есть, завтра нет. А у нас стабильно все-таки. Сколько лет мы работаем. Вот самый большой секрет. Я уже, когда 35 лет был, мне дали сказать коллективу. Пришли, поздравили все. Я говорю, сегодня очень великая задача сохранить то, что создано. Оно создано было до меня. Вы знаете, сегодня же семьи же создаются. Миллионы семей. К сожалению, 90% говорят статистику разводу. Самая большая задача, великая сегодня, сохранить то, что до тебя было. Тем более, ты в нем участвуешь. Вот чем мы и занимались со своим коллективом все эти годы. Я очень благодарен. Со мной долгие годы, более 20 лет отработал представитель Совета депутатов Сергея Николаевича Антоновым. Главный инженер. Мы 20 лет бок о бок. И все эти 20 лет, которые вы назвали, он с первым днем главный инженер. Ну, вы знаете, тоже мудрейший, умнейший человек. Поэтому вот такие традиции у нас. Мамед Кискинович, ну вот вы назвали дату 1 сентября 85-й год. Правильно, да, я запомнила. Вот все-таки какой день стал отправной точкой на вашем профессиональном пути? Именно эта дата или это произошло раньше? Вы помните этот день? Я помню. Момент события. Скажу честно, честно скажу. Я вообще-то сам сельский. Да. Говорил шесть детей. Я хотел, как молодой парень, который закончился отличием в школу, хотел подальше от всего этого сельского. И поступил в Московский институт управления в факультет городского хозяйства. Где сельский парень не агроном, не ветеринар, не инженер, строитель. Почему сельский парень выбрал именно это направление? Два примера. Первый мой дядя родной, покойный уже. Он жил в Москве. Закончил Московский народно-хозяйственный институт. И мне нравилось, когда он приезжал в селение. Я уже извиняюсь, но был школьником, как одевается, его подход к жизни. Это было для меня что-то такое другое. Второе, это был директор школы наш, ныне покойный тоже. Он в свое время работал в Египте те годы, в Танзании, преподавателем английского языка, наверное, при Дипкорпсах. И его тоже вот такую интеллигентность, его такт. Я почему-то думал, что все городские такие. Я же не был в городе. А сельские более такие простые. Вот. И подался в городское хозяйство. Вам захотелось в этом городе? Для меня они были каким-то вот эталоном. Что такого? А вообще ваша профессия требует от вас жертв? Мы же работаем с народом. А как? Ну разве можно? Я уже не буду, буду скромен. Мы еще никому не отказываем. Вот честно. Даже есть вещи, которые, в общем-то, иногда боишься так сказать. Все завтра придут и скажут, вы же не отказывайте, давайте. Есть вещи, которые мы, если мы можем, почему бы не помочь, почему не поддержать. Да, Мамед Кискинович, а чего стоит вот это вот не отказывать вам, как человеку, не должность новому даже лицу? Поймите, мы той формации люди, этого воспитания, ну, не все меряется деньгами. Я от этого не худею, я, наоборот, получаю удовольствие, я от этого не болею, наоборот, я радуюсь. Разве это плохо? И я себе говорю, и своим коллективам, и даже детям говорю, самый счастливый человек, который за день хоть кому-то что-то доброе сделает. А вот как бы вы ребенку описали привлекательность профессий в сфере ЖКХ? Не хочу. У меня два сына, оба закончили, как их мама, моя супруга, Московский институт управления, я бы не хотел бы. Серьезно? Не хочу. Он тяжелый труд, им надо жить, им надо переболеть. Вот у нас люди, вот начальник ЖЭО, это должен человек, который через себя пропускает. Это очень тяжелая работа, поверьте мне. Их у нас, извиняюсь за выражение к человеку, это штучный товар. Это настолько, иначе там невозможно работать. Если себя не пропустить, ну течет, подумаешь, течет. Горит, подумаешь, горит. Ну подумаешь, канализация, ну запах, ну это все, там делать нечего. Понимаете, это же должна быть немедленная реакция, потому что это неудобство для людей. Но, к сожалению, коллеги есть, которые мы уже в других городах тоже видим, есть такие, это не его, пуск уходит, не надо мучить. Конечно. Ты же не на себя работаешь, ты работаешь на людей, для людей. Может, большие слова, высокие, но это же правда. И не дай бог, вот сутки бусоропровод никто не очистит. Представляете, что будет? А если у тебя в мозгах не сидит, что это надо делать вовремя и качественным, то тебе нет смысла там работать. Что способно вас сегодня растрогать? Растрогать меня? Угу. Ну, знаете, я растрогать, я ненавижу хамство, да, мне меня растрожит только одно. Для меня, вот сегодня такой открытый день, для меня самая красивая, самая лучшая женщина беременна. Если я вижу беременную женщину, это мне так трогает. Я просто, я балдею, я счастлив, дай бог ей здоровья, ребенку будущему. Это самое лучшее, что придумано в человечестве, беременной женщине. Малит Кискинович, телеканал ЛРТ и я лично. Мы поздравляем вас с этими жизненными этапами 35 лет, 20 лет. Конечно, в них... Это цифры всего лишь. Это цифры, но в них столько труда, в них столько сил, в них столько поиска решений, сомнений порой, побед в том числе и трудностей, что вот я уверена, что это все стало таким хорошим заделом для ваших будущих успехов. Спасибо. Спасибо большое. Пусть у вас все получается. Спасибо. Я горжусь тем, что я столько лет, реально, было масса возможностей заняться и другими, и в 90-е годы вообще все с ума сходили, помните? Да. Или все бизнесмены, или все торговали, или... Я ни о чем не жалею, и еще одну цифру назову. Работая здесь столько лет, еще тогда, замдиректора, я прошел все ступени от бухгалтера, мастера. все-таки сотрудники Люберецко-Городского жилищного треста получили 240 квартир. Бесплатно. Это сейчас непонятно. которая тоже должна быть. Вот это вот, все знают, и правком у нас есть, и все знают, вот этим я... Сегодня можно сказать, хотя можем нескольку, 240 квартир. Это предмет для гордости. Да. Да. Спасибо вам огромное. Друзья, у нас в гостях был генеральный директор Люберецкого городского жилищного треста Мамед Азизов. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»